Если я ставлю себя на место слушателя, мне кажется, важно все-таки не только то, что человек услышит как бы извне, а то, что он слышит внутри себя или хотя бы делает попытку стать этим слышным, как бы внутренне внимает к самому себе. Всегда надо задаться вопросом, что такое человек, где он находится, то есть кто такие люди по отношению, кто это такое по отношению к нему. Можечка сейчас сделала такую маленькую преамбулу, напала на один текст, я не помню, как звали сейчас эту женщину, Власова, по-моему, но могу ошибиться. И она много-много пишет таких под видом очень правильных и благих вещей, там о принятии, о том, что не надо терпеть, не надо заставлять, не надо никого менять, надо просто вот взять и уйти, найти другого человека. Но самый апогей, когда она в конце пишет о том, что все эти люди, они из одного целого, это одно единое целое разделилось на них, и они пришли получить урок, чтобы вернуться снова в одно единое целое. Человек, не разобравшись, в частности, сейчас берем вот этого автора этого текста, что не разобравшись внутри, не в голове расставив по местам какие-то мысли, какие-то концепции, а именно внутри не уловив. Ведь смотри, человек знает только самого себя, правильно? Вот с момента, когда человек себя зазнает, он знает только себя, он не знает ничего другого. Он не может побывать в теле своей сестры, брата, неважно, детей, родителей, сестер, братьев, кого угодно, друзей, не может. Да, он может соприкоснуться, он может потрогать. То есть человек подобие воспринимает как идентичность, но подобие – это не идентичность. То есть это не тождественно. То есть это не одно и то же, что ты сам. И получается, мы начали с чего? Что такое все-таки проекция? Да, как это все устроено? Данная реальность – это реальность форм. Это когда непроявленное, оно получает проявленность, формат проявленности. И здесь проявляется не только то, что принято считать человек, а все, что включает в себя вот этот конгломерат в виде человека, его мысли, все его ипостаси, они обретают здесь форму. То есть здесь выбор вот этих концепций идеологии на любой вкус. То есть информационное поле – это такая как библиотека, как некий склад, где ты можешь вот на свое усмотрение, по своему желанию, на свой вкус найти любую себе, заморочиться чем угодно. Мы когда-то даже обсуждали – хочешь найти НЛО, ты его найдешь, хочешь найти ЕТИ, ты его найдешь, ты хочешь найти Чупакабру тоже. Ты не столько это найдешь, я поправлюсь, ты это воспроизведешь, потому что сам поиск человека – это такое одночастотное излучение, которое многократно, многократно излучая самое себя, уплотняет ту самую частоту, на котором и существует это излучение. И по эффекту резонанса, по эффекту отражательности, в конечном итоге данная реальность отразит, воспроизведет форму по родственному заявленному излучению. В данной реальности никогда не будет спокойствия, никогда не будет гарантии, потому что ты не пришел сюда. Слово «пришел сюда» вообще некорректно, я просто употребляю его сейчас вечером. То есть проявленность данной реальности точно не несет в себе формат отдыха, формат такого инфантильного расслабления, такого болотистого состояния ни в коем случае. Здесь именно подразумевается, что происходит некий такой катарсизм, то есть очищение через боль, и происходит некая такая осознанность через страдания. Причем страдания запускает сам же себе человек, не какой-то внешний бог, не какие-то внешние люди, не какие-то внешние обстоятельства или природа. Потому что это все реальность одного, это соткано из одного. Просто оно в данной реальности получает вот такие различные формы, различные грани, и поэтому кажется, что это что-то другое и отдельное. Проекция, конечно, я вообще делю их как бы на две категории. Проекция – это любое отражательное такое свойство. То есть проекция может отражать тебе понятие дружбы, понятие детей, понятие сотрудника на работе. То есть много аспектов. Есть еще такое понятие, но сейчас я его меньше употребляю. Это фантом. Это непосредственно самые главные такие действующие лица, с которыми ты взаимодействуешь в своей жизни. Это самые главные проекции, скажем так. То есть ключевые, с которыми ты больше всего – это самый близкий круг. То есть, как правило, там родители, дети, ну и партнеры по жизни. Это вот самое такое ключевое. И проекция не значит, что она тебе буквально зеркалит. Нельзя воспринимать отражательный принцип данной реальности как буквальное зеркало. Это несколько косвенный, я бы сказала, отражательный эффект. То есть несколько даже некий такой перевертыш. То есть, скажем, к примеру, если ты видишь убийство, это не значит, что ты готов к убийству сам. Это не значит, что это идет намек на то, что ты убийца. Нет. Вполне возможно, ты видишь, как ты убиваешь себя в чем-то. Ты сам себя принуждаешь, или ты сам себя добиваешь, или ты сам себя насилуешь внутри. То есть ты как бы изнутри убиваешь себя сам. И потому ты можешь с этим столкнуться. Да, вовне. То есть какой-то отражательный принцип, то есть какая-то проекция может послужить тем, что ты уловишь что-то, как некое послание тебе, но не в виде речи, а в виде, опять-таки, ощущения, отклика в теле. Есть только два варианта. Первое – это действительно ответ собой, ощущенческие, сущностные, и игра в ответ. Это ментальный. Ментал никогда не даст ответ. Это всегда пародия, это всегда иллюзия, это всегда плацебо. Это никогда не будет ответом. И пока человек к этому не подойдет внутри себя, он все время будет вот как бы в неведении, в такой во тьме брести и не понимать, что, зачем, почему и для чего. Знаешь, я еще хочу сказать, вот есть такое библейское выражение, опять-таки, все-таки, ну, я применяю эти вещи, потому что там есть определенные подсказки и ключи. Вот смотри, всех призову к себе. Здесь имелось в виду, что всех – это не какое-то множество, это не какие-то разрозненные отдельные. Это имеется в виду, что когда человек не ведает, что это реальность одного, и что эта реальность есть отражение, есть его взаимодействие с самим собой, то, естественно, как бы разрозненные части, они страдают, ибо они хотят быть воссоединенными. И в тот момент, когда человек все больше и больше замечает, все больше и больше разочаровывается, начинает больше быть в наблюдении, больше становится таким слышащим, пособен говорить себе правду, он начинает как бы понимать, как устроено, ну, понимать не умом, не ментально, не голове, а собой, сущностно. Вот таким через присутствие, что эти все отражения, эти все части – это все одно и то же. И оно ему отражает, что это суть только в одном, что есть отдельность бытия. Никакой океан не делится на несколько океанов, никакой абсолют не делится на нескольких абсолютов, с которым должен дружить, что-то выяснять, проходить какие-то уроки, что-то доказывать, жениться или заводить детей. Это перевертыш данной реальности через двойственность, через дуальность приводит к такому взаимодействию как будто различных сторон, но только для того, чтобы однажды человек увидел, осознал с собой, что это неделимо, что нет никого другого, что путь к Богу узык и прям, и пройти по Нему может только один. Не потому что один за одним, или по одному. Один, потому что нету двух, никогда не было и никогда не будет. То есть фактически Бог, уходя в состояние сна, в неведении, в забвении, так появляется человек, и это выдох, снова возвращается к самому себе, в боговое состояние, и это очередной вдох. То есть мироздание дышит, мироздание абсолюта, есть дыхание, бытия. Вдох, выдох, вдох, выдох. Так же, как можно сравнить дневное бодрствование и ночной сон. Человек один днем, и совершенно другое происходит ночью. Но тем не менее объединяет и день, и ночь дыхание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok